Свято-Успенская Святогорская Лавра Около 42-го года апостол Петр по повелению Ирода Агриппы был заключен в темницу за проповедь о Христе Спасителя. В темнице он был связан двумя железными цепями – веригами, получившими от тела апостола целебную силу. Ныне вериги находятся в Риме, в прозрачной дарохранительнице у центрального алтаря церкви Сан-Петро Инбинкали, что значит «Святой Петр в веригах». Во вторник 30 января Православная Церковь молитвенно вспоминает преподобного Антония Великого. Жизнь этого воистину великого подвижника, пустынножителя, основателя и отца отшельнического монашества, исполнена славных подвигов и сокрушительных побед на поле духовной брани. Пламенный молитвенник и строгий аскет преподобный Антоний Великий является ярчайшим примером для каждого, избравшего себе иноческий путь. Его поучения до сих пор служат настольной книгой для всех, кто пошел дорогой подвижника. Будучи много раз искушаем дьяволом, преподобный Антоний Великий налагал на себя все более трудные обеты и лишь усиливал свои подвиги и молитвы, чем сокрушал коварные замыслы врага и неизменно одерживал победу. Поэтому опыт Аввы Антония Великого и его сподвижников незаменим и для каждого христианина, идущего путем войны со злом, но имеющего вспоможением источник мудрости от тех, кто прошел этот путь успешно много веков назад. В среду 31 января Святая Церковь празднует память благочестивых супругов, преподобных Кирилла и Марии, святых родителей игуменов Сеяруси, великого Аввы Сергия Радонежского. Они были дворянского происхождения, но по простоте своих нравов не пренебрегали и крестьянским трудом. Кирилл и Мария были людьми простыми, набожными, имели много детей, один из которых впоследствии стал Великим Святым Руси, столпом всего русского монашества. Главными чертами жизни Кирилла и Марии были смирение и скромность. Смиренные родители игумена земли русской оставили по себе очень мало фактов своей жизни, и Церковь мало знает об их биографии. Но мы можем судить о них по их чаду, драгоценному плоду, праведного и богоугодного супружеского жития. Под конец своей благочестивой жизни, по примеру своего сына Кирилл и Мария, приняли ангельский образ. Четверг, 1 февраля, день преподобного Макария Великого Египетского. В переводе с греческого имя Макарий означает «блаженный». Человек, когда-то носивший это имя, по своему житию действительно был блаженным. А за его подвиги и величайшее смирение, Святая Церковь нарекла его великим. Прожив три года в пустыне, он пошел к святому Антонию Великому, отцу египетского монашества, о котором слышал, еще живя в миру, и горел желанием его видеть. Преподобный Макарий стал его учеником, поселившись по совету своего Аввы в Скидскую пустыню. Там он был рукоположен во пресвитера и прославился многими чудесами. Около 360 года преподобный Макарий основал монастырь, названный впоследствии его именем. Там святой подвижник и скончался, случилось это в 391 году. Также 1 февраля – 9-я годовщина интронизации Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, 16-го предстоятеля Русской Православной Церкви. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран на кафедру московских первосвятителей на Поместном Соборе 27-28 января 2009 года. 1 февраля была его торжественная интронизация. В субботу 3 февраля Православная Церковь чтит память преподобного Максима, прозванного по своему происхождению греком. Его имя имеет латинское происхождение и переводится как «наибольший, величайший». Значение этого святого для Русской Церкви поистине огромно, так же, как и его творческое наследие. Прежде всего, Максим Грек прославился как переводчик. Он осуществил новые переводы толковой псалтири, толкового апостола, отдельных книг священного писания и толкования на них. Многого из святоотеческой литературы является автором более 150 сочинений. Однако житие этого святого – один из примеров того, как человек делает в жизни что-то доброе, но получает жестокие наказания и удары именно за сделанное добро. «Преподобный Максим Грек оказал нашим предкам и всем нам, их потомкам, огромную пользу, из-за этого очень много и зло пострадал. Он не боялся обличать самого царя, за что впал в немилость, был незаконно судим и предан заключению, где узника подвергали жестоким мучениям». Перед смертью на стене темницы преподобный Максим углем оставил надпись «Благословен смиривший мя». В воскресенье 4 февраля начинается неделя о блудном сыне. В одной из проповедей на эту неделю митрополит Святогорский Арсений сказал такие слова. «Из этого Евангелия мы выносим урок, братья и сестры, как внутреннее наше состояние является причиной примирения с нами окружающих. Из этого Евангелия мы выносим для себя и то, что радоваться надо покаянию и исправлению человеческому. Сегодня мы еще выносим урок величайшего милосердия по отношению к нам Отца нашего Небесного. Какая бы тяжесть грехов ни была у нас, сколько бы ни было у нас грязи и страшных грехов, мы не должны отчаиваться, но должны надеяться на милосердие Божие. Надежда должна быть и на то, что мы будем услышаны в искреннем нашем покаянии, нелицемерном, потому что сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Поэтому, сколько бы ни было грехов наших, вооружимся теми словами, которые сегодня в Евангелии, тем настроением пришед в себя. Осознавши себя греховным, обвиновативши себя, придем к Небесному Отцу, просите Его прощения, просите Его помощи, просите Его благословения и всепрощения наших грехов. Следите за новостями Свято-Успенской и Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова